День гостя моего канала. Сегодня мы делать будем всей семьёю. Я буду делать со своими внучатками домашнюю лапшу. Мы её готовим на всю зиму, на три семьи. Я с Верочкой и Вероникой. Да, с Верочкой и с Вероникой. Обязательно будем делать сейчас. Резать мы её будем на лапшерезке электрической. Замесили мы тут тесто, я вам показывала. 25 яиц. Сушить мы будем на улице. Ой, у нас тут всё смело уже ветром. Сегодня у нас ветерочек дует. Хорошая погода, просто прекрасная сегодня у нас. Солнышко, ветерок. Как раз самое то. Вот они, мои помощницы самые главные. Говорите, вы кто? Всем привет, скажите. Всем привет! Я Вероника Красюк. А это моя сестрёнка, моя любимая, Лера Красюк. Итак, начинают. Поехали? В домашних яйцах. Вот я здесь помыла. У меня здесь 24 больших и одну вот такой малюсечка. Снесла курочка. У нас, в общем, на 24,5 яйца, можно так сказать. Ну, в общем, начинаем делать домашнюю лапшу. Помыли яйца. Сейчас будем просеивать муку. Сегодня у нас выдался хороший солнечный денёк. У нас очень жарище такая вот стоит, просто невыносимая. И сегодня тоже хороший день солнечный. Пользуемся моментом, пока жара. Вот делаем домашнюю лапшу. Готовим её мы сразу на всю зиму. У нас дети, внуки мои выросли на этой лапше. Муку мы просеяли. Берём большой таз, большую чашку. И начинаем замешивать тесто наше. Разбиваем яйца. Яйца у нас домашние, желтки очень жёлтые. Лапшичка получится красивая, жёлтенькая. Всё. Итак, все 24 яйца разбиваем. Маленькое вот разбило, но здесь нет желточка. Вот, кто не в своих домах живёт, видите, здесь только белочек. Всё, раз. Разбили, теперь присаливаем. Я прям вот сыплю прям вот такую вот хорошую-хорошую жменьку соли. Если у вас будет хорошо подсоленное тесто, она будет вкуснее. Всё, присолили. Размешиваем. Одно яйцо я добавляю пол скорлупки молока. Ну, сейчас вот я... Опа. Так, вот так вот, смотрите. Я сейчас померю ложечками. Вот столовыми ложечками. Сколько же сюда ложечек? Одна ложечка. Две. Три. В общем, три ложечки молочка на одно яйцо. Всё, начинаем вымерять. Двенадцать яиц у меня замешиваем. Довольно-таки тугое тесто. Такое прям даже туже, чем на пельмени я замешиваю. Потуже. Всё размешиваем. И постепенно добавляем муку. Ещё добавила муки. Опять замешиваем. Сейчас ещё добавлю муки. Видите, ещё у меня жидкое тесто. У меня с работы Таня Шишова всё спрашивала. Галя, когда ты будешь делать домашнюю лапшу, обязательно сними видео. Таня, смотри, снимаю домашнюю лапшу. Опять замешиваем. Ещё добавляю. Видите, ещё жидкое тесто. Вообще сложности, мне кажется, у меня уйдёт где-то 3 килограмма муки. Вот. Такой замес у нас большой получится. Видите? Сейчас придут мои маленькие внучки и будут щебетать, помогать. Пока что одна замешиваю. Старшие внуки, они стесняются сниматься на видео. Просят бабушка, нас не снимай! А те маленькие наоборот любят. Всем привет! Кричат. Ещё муки добавляем. Видите, ещё жидкое. Всё, вытаскиваем лопатку. Начинаем вымешивать руками. Здесь уже нам лопатка не помощница. Добавляем муку. Видите, сколько муки много уйдёт у меня. Ну, это у нас на 3 семье. Мы сейчас накатаем на 3 семье. Замесила я тугое тесто. Сейчас я пойду вымаю руки. Разделю его на 3 части. На 4, может, на 5 частей. И маленькими порциями буду вымешивать. У меня есть тестомеска, конечно. Я могла бы тестомеской вымесить, но мне почему-то руками больше нравится. Не знаю. Всё. Вот такое вот тугое у нас тесто получилось. Видите? Оно вот с трудом возвращается назад. Но оно прям вот туже, чем на пельмени. Сейчас я его разделю на 4 части. Там или на сколько. И буду уже вымешивать дальше поэтапно. Оно ещё не готово. Видите, какое оно плохое внутри ещё? Видите? Недомес. Совсем недомес. Его ещё нужно подмешивать. Что я сейчас и буду делать. И потом уже по пакетикам подсалфановым. И оно дойдёт хорошо. Вот видите, оно ещё расслаивается. Видите, оно не готово. Всё. Начинаю вымешивать дальше. Вот в таком состоянии. Вот видите, оно ещё немножко рвётся. Но я его уже положу в мешочек целлофановый. Пусть оно у меня отдыхает. Оно отдохнёт сейчас минут 20. И потом уже домесим до кондиции, как сказать. До окончательного уже. Которая будет готова к раскатке. Вот раскатала 4 колобочка. Пусть они у нас полежат минус так 20. Пойду пока готовить стол. Готовить там всё для раскатки. Вот, ребятки, видите? Интересно. Не уходите. Оставайтесь со мной. Вот такие вот пластики нарезаем. Сейчас раскатаем. И потом уже дальше идёт резко. Который мы вот ставим регулировку. Сначала маленькую и прокатку. Потом сильнее увеличиваем прокатку. Можно даже немножко, Саша, мне кажется, прибавить скорость. Да. На второй раз, да, Высаш, раскатываешь? Переяем на лапшерезку. И режем вот на такие кусочки небольшие. Потому что длинные очень потом неудобно. Лапша длинная получается и путается, когда её переворачиваешь. Вот такие вот кусочки. Вот такие кусочки. Её хорошо просушили. Под пол стола уже мы тут, Саша, накрутила. Сноха моя молодец. Вот, смотрите, вот здесь вот уже подсохло. У меня тень падает от меня. С этой стороны сейчас встану. И вот не даём слёживаться ей. Вот, видите, обязательно вот так вот слегка-слегка её приподнимаю. Иначе она слипнется и не получится у нас качественной лапшички. Вот так вот хожу иногда. Вот так вот её немножко шурудю. Шурудю! Вот так вот, видите, приподнимаю. Слегка вот так вот потрясываю. Вот, всё. Погодка прекрасная. Солнышко, ветерок. Вообще чудесно сегодня. Как раз для, хорошо, для сушки лапши. Вот, хочу показать, какая она в итоге будет. Видите, вот у нас осталась с прошлого года. Вот такая вот тоненькая. Видите, какая. Я её потом просеиваю через сито. Муку всю убираю. И потом немножечко, ещё чуть-чуть слегка обжариваю на сухой сковороде. Без всего, без масла, без всего. Просто-просто подсушиваю. И тогда она в супчике, в лапшичке никогда не разварится. Такой же и останется. Видите, такая вот у нас получится в итоге лапшичка. Лапшичку мы с тобой делаем, да? Да. Ну, какие мы с тобой молодцы. А я катаю по мукичке, и она получается в муке, да? Да, так и надо. Да, и так и надо. Я за бабушке помогаю. Ах и няньки у тебя спрашивают. Где Лера, где Лера, никто не знает. Это они за тобой так смотрят? Лера к бабушке прибежала делать лапшичку. Это они за тобой так смотрят? Ах и няньки, да? Проморгали Леру. Ага. А мистер Кристина и Ника остались дома. А ты от них сбежала, да? Бабушке лапшу катать, да? Да. Ты моя умничка. Молодец ты какая. Молодец, умничка. А каталочкой покатала? Вот так. Каталочкой забыла покатать. Ну-ка покатай. Вот умница. Давай, подвинет бабушка тебе поближе. Катай. Вот как она лапшичку. Лапшичку ты любишь бабушкину? Да. Любишь бабушкина вкусная лапшичка, да? И мою сварим. Давай, и твою сварим. Хорошо. Ну вот, всю лапшичку мы порезали. Просыхает она у нас постепенно тут. Видите, это уже почти сухая. Это вот еще нет. Только нарезали. Тушилась, видите, наша лапшичка. Все. Сейчас я вот одной рукой, правда, снимаю. Неудобно мне. Ну вот, просеиваем мы ее сначала. От муки, от лишней. Видите, сколько высыпается муки. И вот в кастрюльку высыпаем. Мы потом обжариваем. И вот так готовим мы лапшичку домашнюю на всю зиму. Как говорится, день-год кормит. Так и у нас. На всю зиму. Ну, практически на весь год нам хватает домашней лапши. Она не разварится никогда у вас в супчике. Будет такая же целенькая. Зарумяним мы ее сейчас на сковородочке. Слегка на сухой. На медленном огне. Все. Всем-всем приятного аппетита. Домашние лапшички. Супчик. Лапша домашняя с курочкой. И вообще замечательно. Все. Всем пока. Не болейте. С вами была Галина Красюк. Пока-пока. Заходите еще в гости. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok